всем привет сами кирилл и вы на канале кирилл гейм и сегодня мы играем в кималочку на серии родина роли плей центральный округ монетис кирилл под булови не забывайте вводить моник при регистрации так чуваки я снимаю сразу же после этой серии это связано с тем что мне завтра на работу я не уверен что я что-то запису записуда запису именно запишу завтра как бы я работаю кто не знает там все фотки есть в моей официальной группе и честно я после работы не то что снимать хочется мне даже ни с кем разговаривать не хочется на самом деле потому что я с 9 утра до 6 вечера провожу на жаре во-первых во вторых я сегодня тоже работал недолго кстати поднял три мешка цемента на пятый этаж да и потом еще надо будет 7 мешков цемента поднять чтобы понимали короче ну я работаю пособником ну утепление фасада короче уже раскрою вам тайду короче хотя там на на фотках и так было все понятно я думаю в группе кто смотрел поэтому да я с 9 утра до 6 вечера работаю поэтому у меня мало времени поснимать пацаны я всегда наперед иногда записываю специально ну или когда есть вдохновение там идейки и так далее так мы прежде серии хотели посмотреть работу какую-то а это именно работник налоговой или адвокат я думаю лучше работник налоговой потому что блин адвокат это надо по моему ждать пока тебе такой дверь там дате полицейские господа да поэтому я думаю лучше работник блогу мы выберем так сначала воли цена дак ю и джоб команда короче да английский конечно не очень но вроде бы правильно я прочитал так работник налоговая это самая максимальный уровень работы короче купили на работу используйте help и для того чтобы изучить работу суть работы заключается в сборе налогов с недвижимости имущества подписание соответствующих документов о и оформление выплат для начала направляйтесь в первый офис налоговый gps по работе после чего вы сможете выбрать работу для себя блин вот это интересно кстати я этого не знал так gps давайте пропишем сначала так и работы до работы работы по работе вот по работе и нам нужно налоговая до налоговая так налоговая так а в батарею тоже есть пожарной части оказывается я не знал так . инкассаторов станции тех обслуживания материалы топлива так офис налоговый вот все я отметил на gps и мне даже интерес как этот офис налоговый выглядит я просто себе представить не могу да конечно пацаны тоже винара 80 серия может даже побольше я честно не помню какая-то серия но блин да я работа не смотрел пацан да теперь мне приходится смотреть их потому что я сильно тогда разбогател с помощью доната далее донатил где-то 2015 за все время за донатил да я вообще ебану согласен согласен ну и теперь посмотрим работки интересные потому что это самые повторюсь большие левла работу и 7 самый максимальный это под этих работ ну вы поняли короче поэтому сейчас этим налоговую чтоб где находит ага окей я понял полетели так воде подлетел уже давайте мы на вертолете будем перехватываться поэтому я думаю налоги будем быстро собирать если надо будет по по местам про то ездить скорее всего мы бы это будем все делать быстро она чтоб я не прям сразу свой вертолет до хотел матернуться но буду пытаться меньше материться ухо тут переодеваться надо ли где я чё бомжиком такие будут но это не бомжик это скин редкий короче да ну ладно давайте то сюда берем короче альт ага вот нужно собирать короче по 1000 всего лишь блин толик ливис какой-то блин ну давайте я думаю будем идти тогда по порядку я думаю толик какой-то вилис 1 у нас тратить пометки на карте для выдачи счета на оплаты коммунальных услуг это она будет людей находить или именно находите предприятие их не если людей то это блин будет жестко на самом деле если людей находить ну ладно хрен с ним короче полетели так метка рядом это уже хорошо я так понял за каждый раз будем касались получать мне интересно этот весь процесс как будет происходить так это стоп это именно чё сейчас мы к чё кум летим или к ему домой я не понял или это типа налоги на дом надо будет забирать или какие налоги так стоп что-то я немного запутался так надо аккуратно приземлиться ну блин конечно работать он какая-то странная на самом деле ну ладно погнали быстренько заберем главное чтобы рвс следить за чатом чтобы рвс не произошел себе результат останусь это будет довольно-таки печально так окей а как их забирать а вы стали чек на оплату коммунальных услуг отправляйтесь в офис до получения а вот это и все серьезно вот это так лег легко просто прилетайте блин я думаю будут посложнее то надо будет какие-то бумаги писать не за от руки может нет руки ну вы поняли я думаю не но это довольно таки прикольно блин интересно и тут можно автолог поставить я бы поставил на самом деле на взлет автолог напишите в комментариях кто знает серьезно я бы поставил автолог на вертолет если приземлиться на 100 то возможно я смогу это сделать пацаны не за это проверено в следующей серии возможно либо вне серии это проверю но я хочу автолог на вертолет и возможно я смогу это сделать я не уверен но блин хотелось бы автолог на вертолет это было бы довольно-таки удобно потому что блин это постоянно писать команду ну а на вертолете, оп, завелся, начал взлетать, все, закрылся. Заебись, я думал, было бы. Ну, ладно, погнали за следующим клиентом, точнее, зарплату сейчас заберем. Ну, косарик, это не так уж и много, но, блин, если быстро клетать, можно... О, 2100! Опачки, тапочки. Так, новый клиент. Ну, здесь, я так понял, везде одинаково платят, но ладно. Окей, сейчас посмотрим, сколько нам за этого чувака заплатят. Блин, а, он тоже рядом находится, походу. Ну, да, он рядом. Блин, то, что рядом сейчас все находится, это довольно-таки круто. Можно реально за день, ну, 1200, я думаю, спокойно заработать, если вот так летать, летать. И на вертолете, именно, я имею в виду. Не на машине, на вертолете довольно-таки удобнее и практичнее. Но приземляться, конечно, да. Бывают, конечно, проблемы с этим. Но так, в принципе, все быстро происходит. Блин, это подъезд как раз рядом находится. Ну, блин, жалко, нельзя все сразу, знаете, там, 10 штук активировать и, типа, там, летать по ним. Потому что, блин, постоянно вот это... Хотя, блядь, сейчас разибусь. Сейчас разибусь, поэтому давайте на парковку. Сейчас как раз РВС будет. Поэтому подождем, пока он пройдет. И как раз пойдем положим ему чек под дверь, да. Ну, не знаю, это, типа, РП-шная такая работа. Это реально какие-то должников именно чек им надо доложить. И, типа, они потом приходят домой или спавнятся, и им чек, типа, там, какой-то высвечивается. Вот я хотел бы тоже на это посмотреть. Блин, ну, жалко, нельзя подробно рассмотреть эту работу со стороны и работника, и, так сказать, ну, блин, как это сказать, не пострадавшего, а должника, короче, да. Это было бы прикольно, я думаю. Так, по идее, РВС должен был пройти. Поэтому можно выходить с вертолета. Все, погнали, ему тоже чек положим. Блин, я думаю, это как-то будет по-другому, на самом деле, происходить. Ну, ладно. В следующей серии тогда, наверное, адвокатом поработаем. Скорее всего, ну, хз. Так, я ему положил же, да, мне тебе, типа, надо обратно. Я так полагаю. Наверное. На ферменте заявки. Ну, блин, на лидерку я что-то не особо хочу идти, на самом деле, потому что я и только здесь, как бы, снимаю, вы сами понимаете. Тем более, я сейчас работаю. Ну, короче, времени, пацаны, я в день сижу, если на работу, это сегодня у меня там, я работал всего лишь до часу дня. Ну, и это просто я там все занес наверх, короче, на крышу, чтобы завтра мы работали, короче. Ну, вы поняли. А так, если я работаю именно с девяти до шести, как, ну, в основном я работаю, то я в день сижу, пацаны, два часа где-то. Это у меня перерыв там бывает с часу дня там, ну, в час, два дня, полтора часа. Ну, полтора часа, час бывает. Перерыв, короче. И да, я там похаваю, короче, и могу час посидеть, там середочки позаписывать, как раз я этими занимаюсь, когда у меня обед. Потом после работы я прихожу в шесть-семь, бывает, кстати, всем, так сказать, я приходил. Бывало такое. Ну, не всем, а без двадцати семь я приходил домой. Тоже такое бывало, короче. Нам бабки дали или нет, я так и не понял, что-то. Ну, ладно. И, короче, я прихожу домой, тоже хаваю, естественно, блин. Купаюсь и могу часик посидеть на компе, короче. Пока я хаваю, купаюсь, это происходит где-то час уже, ну, семь часов, потом, не знаю, то-сё, блин, и, ну, в день, короче, я два часа сижу, когда работаю именно. Когда работаю с девяти до шести, я в день там два-три часа максимума, но это редко, короче. Блин, извиняюсь, пацаны. Это редко, короче, но да. Потому что, блин, я и ложусь довольно-таки рано, там, в одиннадцать, бывает, в двенадцать максимум я ложусь. Поэтому, чтобы выспаться, чтобы... А, а ещё так, ну, ещё по-хитрому поступить. А, не, надо именно к двери подойти. Ладно, я понял. Не наебать тебя система. Блин, что тут за невидимая текстура? Это меня бесит просто. Я так понял, я, блядь, сейчас весь процесс будет происходить возле этого дома. Что вы понимали, у меня выходные, это когда там какая-то дичь там бывает, может. Не знаю, как вам объяснить, короче. Так, вы отправили чек, окей. А, надо подходить, наверное, на чекпонт, я понял. Выходные у меня бывают, либо когда там какая-то какой-то форс-мажор, короче, происходит, либо когда дождь идёт, да. А так, я и завтра буду работать, завтра суббота, я эту серию записываю в пятницу, если что. Вы, скорее всего, будете смотреть в субботу, да. Поэтому вот такие вот дела. В субботу я и могу и в воскресенье работать, короче, ну, то есть, у меня выходных так нету особо. Вот две недели, вот мы ещё недели где-то буду работать, может чуть больше. И мы закончим уже. Пенопласт мы уже сделали, короче, там полностью уже заделали пенопласт. Теперь нужно ложить сетку и шпаклевать, короче. Ну, не шпаклевать, а слой наносить. Ну, вы поняли, короче. Смесь. Эту смесь, эти 25 килограмм, один мешок весит. Да. Ну, я три мешочка быстро так за 10 минут поднял и заебись. Конечно, пятый этаж, такое себе дело. Потом на чердак, короче, ну, нормально всё. Не знаю, интересно вам это слушать или нет, ну, ладно. Давайте сейчас, о, 200 мы постоянно, так понял, получаем. Ну, блин, в принципе, если реально так быстро переграться, видите, у нас тем более один дом постоянно. Если вообще на мотике, я думаю, через дворы там быстренько, шух-шух, туда-сюда и всё. Как бы, в основном, видите, все падики, все должники, короче, все находятся в южном. Если сверху идти. Поэтому можете так быстро заработать, если у вас там седьмой уровень, можете, ну, за час, я думаю, тысяч так, 50 сто, я думаю, спокойно можно заработать. Может, даже больше. Не знаю. Честно, не знаю, не буду пробовать, потому что у меня времени нету час работать на этой работе. Я чисто решил вам показать и сам посмотреть, как бы. Блин, придётся туда приземляться, потому что... Нет, это хоть и... Хотя, блин, ладно, давайте в песочницу и думаю приземлимся. Точнее, в... на футбольное поле. Как хорошо, что вроде не можно бодихопить, посмотри, реально бодихоп просто, блин. Да, это, можно сказать, не рпш, но, конечно, ну, блин. Это нормально, блин, это... Блин, ну, пипец. Бодихоп это просто, ну, святое, как по мне. Зря его на мазинге запретили, в принципе, да. Эмм... А, фух. Видели, только что в это не было видно, и потом он появился. Я просто на миникарту сначала не посмотрел, святое, то нету, потом, оп, он появился. Нормально. Думаю, это у нас последний был заказ, сейчас получим бабосики, думаю, и будем заканчивать. Но то, что здесь такие работы разнообразные, какие я на других проектах вообще не видел, это довольно-таки реально круто. Вот этим родина реально классная, что здесь есть то, много того, что нету на других проектах, и это не то, что там обычно какое-то дерьмо, но, блин, маппинг там прикольный, есть системы. Система фомы здесь, кстати, классная. Поэтому, блин, родина реально хороший проект. Не знаю, почему он не нравится вам, я на вашем месте бы тоже начал здесь играть. Потому что, блин, ну, здесь классно реально. Так, видите, мы по СН-200, короче, получаем этих должников здесь раз... Ну, много, короче, человек, наверное, 20. Примерно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, единадцать. А ну да, блин, это, в принципе, зависит еще от того, сколько должников. Но, думаю, за час вы, в принципе, можете всех облететь, я думаю. Скорее всего, да. Если на вертолете на машине, не знаю, я думаю, это будет посложнее, потому что светофоры, все дела. А на вертолете вообще изи. Ну что ж, вот такую вот работу мы посмотрели. Мне она, в принципе, понравилась. Прикольная такая работенка, чисто не тяжелая. Просто нужно быстро переливаться с точки А в точку Б, чтобы капали бабочки. Конечно, если здесь будет людей, наверное, здесь работать, то вы особо много не заработаете. Ну, не знаю, вообще, кто-то работает на этой работе или нет, но мне понравилось. На этом я буду заканчивать. Не забывайте введите мой ник при регистрации, пацаны, кому не трудно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok